Итак, продолжим нашу лекцию. Очень часто бывает так, что документ, который попадает в руки исследователя, не содержит каких-то конкретных дат, которые позволили бы привязать этот документ к определенному историческому периоду, к определенному событию, может быть, в персоне. И часто бывало так в нашей истории, что документы древних эпох подделывались недобросовестными коллекционерами. Дабы избежать этих казусов и неточностей, при датировке любого документа, особенно ранних эпох, нужно применять целый комплекс знаний из различных наук, которые позволяют при комплексном исследовании более или менее точно датировать тот или иной документ, книжный памятник или еще нечто документальное. Поэтому мы сейчас поговорим о внешних признаках и о материалах письма-рукописи. Они тоже историчны. Они тоже имеют свойство появляться, исчезать. И они существуют на определенном историческом этапе. Если говорить о материале письма, на котором писались документы, книги в ранние времена. Но исторически первым, я уже не говорю о камнях, конечно, материалом, который имел широкое распространение, был пергамент. Пергамент был основным материалом для письма на Руси до второй половины 14-го столетия. Затем он постепенно начинает заменяться бумагой. Но на протяжении следующего столетия он продолжал являться важным пищематериалом. И только по мере удешевления производства бумаги пергамент начинает терять свою значимость. И он вытесняется бумагой. И остается в качестве материала, основы, на котором пишутся очень важные царские документы, которые, хранение которых рассчитано на долгие годы, может быть, века. И вот по сведениям Тихомирова и Муравьева, в хранилищах бывшего Советского Союза или на территории бывшего СССР было учтено более 1300 пергаментных славяно-русских рукописей 11-14 столетий. Не считая актового материала. Собственно, русских среди них было 908. И лишь небольшая часть из них опубликована, исследована, изучена. Но провинциальным историкам очень редко удается сталкиваться с такими памятниками. Они уже все описаны, находятся на хранении, либо в государственных хранилищах, либо в частных коллекциях. И увидеть пергаментную рукопись в районном или даже в областном краеведческом музее удается не всем. Я, может быть, даже еще один пример в этом смысле приведу. Вот архивы сибирские. У нас Сибирь осваивается с конца 16-го столетия, основательно, административно, я бы так сказал. И дело производства сибирского у нас возникает с конца 16-го столетия. Но в архивоохранилищах сибирских документов за 16-й и 17-й век почти не сохранилось. У нас единичные есть архивы. Вот, например, наш Тюменский государственный архив располагает небольшим корпусом документов 17-го столетия. Вот, поэтому нам, провинциальным исследователям, редко дается встречаться с такими документами. Присхождение слова пергамент. По некоторым версиям это слово было заимствовано в Петровскую эпоху из немецкого языка, где пергамент восходит к латинскому пергаменту, и оно, в свою очередь, к греческому пергаменус. Это производное слово от топонима пергамус. Это имени города Пергама. Который славился выделкой этого вида кожи. В древнем русском государстве этот материал был известен под другим названием. Харатья. Это прямое греческое заимствование от харатион, лист папируса. Отсюда и известное русское слово харатейный, то есть пергаментный. А пергамент что такое? Это кожа. Кожный материал, он выделывался специальным образом, очищалась кожа, растягивалась, выглаживалась пемзой, выбеливалась. И обычно цвет пергамента был белый или немножко желтоватый. Это был довольно дорогой материал, поэтому нередки случаи, когда старый текст по миновению надобности, что ли, выскабливался просто, а сверху писался новый текст. Такие рукописи с двойными, в кавычках, текстами называются полимсестами. Особенностью пергаментных рукописей является отсутствие стандартов в форматах. Они могли быть самого разнообразного размера. А вот развитие современных технологий, в частности, рентгенологии, даёт нам уникальную возможность прочитывать те тексты, которые были написаны поверх, вычищались и были переписаны позднее. Это просто уникальные документы. Но, к сожалению, знакомиться нам с ними удаётся очень редко. Более распространённым на раннем этапе, распространённым материалом письма на Руси была береста. Буквы на бересту наносились острым костяным орудием, или металлическим, или вообще каким-нибудь заострённым предметом на внутреннюю гладкую сторону берёзовой коры, которая сворачивалась в виде свитка. По-видимому, береста, предназначенная для письма, предварительно обрабатывалась. И почти все сохранившиеся до нас кусочки бересты с письменами обрезаны сверху, снизу или с боков. На бересте оставались, обратите внимание на иллюстрацию, на слайд, внизу в левом углу, это кусочек берестяной грамоты, найденный в Новгороде. Так вот, здесь вот эти горизонтальные линии, это природные отметины берёзовой коры. Часто такая отметина не затрудняет прочтение текста, который был выдавлен на бересте. Но, тем не менее, уже более тысячи документов, изготовленных на бересте, нам знакомы, и они продолжают пополняться в ходе экспедиции, раскопок, которые совершаются в Новгороде, на Русском Севере, в северо-западных княжествах, в Псковском и Новгородском. Бумага. В России или на Руси, на территории русских княжеств, а потом Московского государства, бумага появляется в 14-м столетии. И с этого момента пергамент начинает постепенно, очень медленно, постепенно вытесняться бумагой, потому что бумага пока была ещё довольно диковинна для русских. Песцов. И дорогой материал импортный. Но по мере того, ну и в общем-то потребность была как бы не очень существенной поначалу. Ну вот по мере того, как развивается государство, сплачиваются вокруг Москвы новые княжества, пока формируется новое дело производства, новая правовая система, да. Вот показателями формирования единой правовой системы, то есть единой системы законов, по которому живёт новое общество. Это судебники, да. Первый судебник 1497 года, а потом в 16-м веке у нас и стоглав, и судебник 50-го года, и огромное количество документов возникает. У нас создаются приказы. У нас 3000 приказных служащих занимаются обслуживанием системы управления государством, да. Вот, для них найти столько дорогостоящего материала кожаного просто было невозможно, можно было просто разориться. Ну вот, естественные потребности развития государства требовали и нового, более дешёвого, а самое главное, более эффективного материала письма. Вот, потому что пергамент, кроме того, что он был дорог сам по себе, он не особенно удобен в техническом отношении для беглого письма, которое ставило своей целью экономию времени. И поэтому пергамент постепенно вытесняется, остановится, применяется в торжественном письме для составления актов, там жалобных грамот и всего прочего. Книги могли изготовляться на пергаменте. А вот в делопроизводстве постепенно бумага начинает завоёвывать господствующие позиции. В качестве наиболее ранних и издатированных рукописных книг, написанных на бумаге, следует указать на поучение Исаака Сирина 1381 год. Но я подчеркну, что это не первая книга, которая, и не первый документ, который был изготовлен на бумаге. Это первая бумажная книга, точно датированная. Эта книга принадлежала Троице-Сергиеву монастырю. А наиболее ранними из известных до сих пор актов, написанных на бумаге, являются жалованные грамоты Нижегородского князя Василия Давыдовича Ярославскому Спасскому монастырю. Этот документ был изготовлен до 1345 года. И договор московского великого князя Семёна Ивановича с братьями. Этот документ обычно датируется 1340-1341 годами. Но есть вариации в датировке. В действительности, по-видимому, он был создан в начале 50-х годов 14-го столетия. Но это документы точно не датированы. Мы только на основании косвенных данных можем датировать эти документы. Точно датированная книга первая – это поучение Исаака Сирина 1381 года. В русском государстве в XIV-XV веках бумага была исключительно превознанной. Опыты наладить собственное бумажное производство у нас относятся к XVI-XVIII векам. Но опыт XVI-XVIII века был неудачный. Немного более благоприятные условия у нас складываются в XVIII столетии. А в это время бумага в основном поступает к нам из Западной Европы. Через Астрахань могла поступать бумага азиатского происхождения. Но она не имела широкого хождения и не так много памятников, которые были изготовлены на этом материале. Наиболее ранней бумагой западноевропейского происхождения у нас была итальянская. Она поступала к нам через южные порты, через Крым в XIV столетии. К концу XIV столетия на русском рынке появляется бумага французская. Она преобладала в XV-XVI столетиях. В конце XV века у нас начинаются поставки бумаги немецкой. И частично польская бумага появляется в XVII столетии. Ну и, наконец, в XVII столетии у нас просто господствует бумага голландская. И отчасти французская бумага присутствует, но ее не так много. А к концу XVII столетия она вытесняется голландскими фабриками почти полностью. Если говорить о первых опытах наших, то и сведения о них очень скудны. В купчей грамоте 1576 года упоминается существовавшая незадолго перед этим, в 30 километрах от Москвы на реке Учья, бумажная мельница, которая принадлежала помещику Савинову. Очевидно, что это была первая русская мельница, которая скоро прекратила свое существование. Возобновилось бумажное производство в России примерно через 100 лет, в середине XVII столетия. По приказу патриарха Никона в 1655 году была построена бумажная мельница под Москвой на реке Пахре. С 1665 года правительство передало бумажную мельницу на Пахре на оброк голландцам Иоганну в Ансвендену. В 70-х годах XVII столетия в Москве же на реке Яуза была построена вторая бумажная мельница. Она, опять же, была сдана в оброк племяннику, сведанная Еремею Левкину. Обе мельницы просуществовали, по-видимому, до конца XVII столетия. Но факт остается фактом. Бумага, которая вырабатывалась на русских фабриках, была очень низкого качества, и она не получила распространения. Освоение технологии требует определенной квалификации, определенного опыта. И этого на московском государстве пока еще не было. И, к сожалению, только в XVIII столетии появляются первые фабрики, продукция которых уже становится массовой. Вот только благодаря энтузиазму, целеустремленности Петра Великого в России уже в начале XVIII века появляются фабрики. В 1721 году он издает указ, в соответствии с которым в официальном делопроизводстве предписывалось использовать бумагу только отечественного производства. И благодаря этому, этой норме, до конца XVIII столетия у нас появляется уже 70 фабрик, чисто русских фабрик, которые обеспечивают делопроизводство внутри московского государства. В том числе фабрики появляются и у нас здесь, в Сибири, в Туринске, в заводе Успенске, под Тобольском фабрика появляется. Они существовали в разное время, сосуществовали. И вот такое огромное количество фабрик действует. И возникает вопрос, каким же образом сведения о фабриках позволяют нам датировать тот или иной документ. Дело в том, что технология производства бумаги, она изготовлялась обычно из трепья, из пеньки, из растительных материалов каких-то. В бумажное производство можно было пустить все, буквально все, но для качества. Но самая лучшая бумага получалась из трепья, из некоторых видов длинноволокнистых растений, которые и росли у нас. А так-то можно все, что угодно пустить в производство. Все, что растет на огородах и в природе, годно для производства бумаги. Так вот, технология бумажного производства до машинного способа производства. А окончательно машина у нас приходит на бумажные фабрики только в конце 19-го столетия. До этого бумага производилась почти исключительно вручную. Волокнистый материал, который размачивался, варился там с золой, с известью, промывался неоднократно, размалывался. В результате вот этих операций получалась кашеобразная масса, такая мелковолокнистая, которая погружалась в чан. А из этого чана эта масса разливалась посредством формы, прямоугольной формы. Эта форма представляла собой сетку из проволоки, такой подрамник прямоугольный. На нем была натянута прямоугольная сетка с вертикальными, горизонтальными проволочными проволоками. И съемная рамка там была. Вот сюда растекалась эта масса, черпалась через эту форму, дожидались, пока вода стекала. Масса задерживалась на этой форме, ее выглаживали, потом отвергалась лощенью, для того, чтобы сделать этот лист бумаги более устойчивым к механическим повреждениям. И дабы предотвратить просачивание чернил в бумагу, ее пропитывали желатином, который изготовлялся из рогов животных. Вот и такой был способ производства бумаги. Так вот, поскольку лист получался весьма тонким, то на нем оставались линии соприкосновения с проволочной сеткой, оставляли следы. В этом месте бумага была немного более тонкой, нежели весь остальной лист. И если посмотреть на просвет такой лист, то там можно будет увидеть такие линии, горизонтальные и вердикальные. Это след от проволочной рамки. Они имеют свое название. Горизонтальные линии называются вержеры, вертикальные пантюзо. Это французские названия. Очень часто хозяева мельничных фабрик, бумажных мельниц, чтобы зафиксировать свое производство, свою собственность, вот на этой сетке проволочной, из проволоки же делали какой-либо отличительный знак, который получил название водяного знака или филиграни. И сам знак, само название, да, водяной знак, филигрань, да, он подчеркивает прозрачность документа. Вот. Формы, которые можно увидеть, ну, в редких случаях. Это зависит от качества бумаги. В редких случаях и можно просто увидеть при исследовании документа. А вообще, если посмотреть на просвет, если у вас будет возможность такая, вы там слегка легкостью можете увидеть эти знаки. Разнообразие водяных знаков старинной европейской бумаги чрезвычайно велико. Чрезвычайно велико. Вот вы можете увидеть примеры некоторых знаков. В данном случае у нас здесь на слайде присутствуют знаки итальянской бумаги и немецкой бумаги 14, 15, 15, 16 века. Так вот, филиграни, кроме того, что они свидетельствовали о том или ином производстве, о той иной фабрике, они являлись также марками производства, по которым различались сорт, форматы бумаги. И вот этот рисунок филигранный, он служил также показателем мастерства мастера. Так вот, наличие на бумаге водяных знаков служит важным средством при определении времени появления недатированных рукописей, недатированных книг. Вот, это особенно актуально для книг и для рукописей, потому что актовые документы, особенно с конца, с 15-го столетия, они уже внутри документа имеют датировку конкретную. Поэтому, как бы, здесь особых проблем нет. А вот рукописи, книги, они, во-первых, кроме того, что они могли изготавливаться довольно продолжительное время, писаться там, несколько месяцев, может быть, год, а может быть, даже несколько лет, в зависимости от того, какова это была рукопись, как она была украшена, да, она такой четкой хронологической привязанности не имеет. Вот, тогда в силу вступают, если попадается такой памятник, в силу вступают такие косвенные признаки, которые позволяют нам датировать хотя бы примерно этот памятник. Водяные бумажные знаки не оставались неизменны по своим очертаниям. Их внешний облик в той или иной степени изменялся. Вот есть устойчивые филиграни, которые используются на протяжении десятков лет. Но даже в этом случае точное воспроизведение этого знака было невозможно. Потому что сама форма, вот эти проволоки, они были очень тонкие в форме, они служили недолго. Несколько лет, там, два, три, может быть, четыре года, в зависимости от качества исходного материала. Вот, поэтому, положим, например, рисунок, который, или бумага, рисунок в бумаге, на бумаге, которая была изготовлена на новой форме, он четкий, ясный, просматриваемый, да, и он таким может быть, он может сохраняться, ну, в зависимости от некоторых условий, там, год-полтора, да. Но, там, ко второму году своего использования, он начинает, линии, проволока начинает смещаться. Вот, поэтому расстояние между горизонтальными и вертикальными линиями меняется. Сам рисунок может какие-то линии менять в своем рисунке. Вот, в этом смысле, это нам дает возможность детализировать, даже, датировку той или иной рукописи. Вот, в этом смысле, после сетки реставрировались, после реставрации рисунок точно изменялся. Вот, и в этом смысле, некоторые филиграни менялись довольно быстро, и по ним можно датировать в пределах даже небольших отрезков времени. Несомненно, что знание водяных знаков весьма важно для датировки рукописных текстов, поэтому вопросы их изучения составляет особый раздел полиографии, филиграноведения. Это сравнительно молодая наука. И вообще, необходимо сказать, что полиография наука молодая, она возникает только в конце 19-го столетия, как наука. Причем, в 19-м веке это была комплексная наука, из которой в 20-м веке выделились и филиграноведение, и кодекология, и филиграны, вернее, орнаментика. Причем, они из книжной, из книговедения вышли, переходят в другие отрасли науки. А вот, филиграноведение имеет очень важное и самостоятельное значение, и без филиграноведения, без филиграноведческих альбомов датировать книги просто невозможно. Полиография здесь просто как бы без одной ноги будет. И это поняли очень рано. Первый альбом, например, в России, опыт старинной русской дипломатики с водяными знаками, был выпущен в России в 1824 году вологодским купцом Иваном Лаптевым. Ну, Лаптев собрал тогда только 170 знаков в 28 таблице. А вот спустя 20 лет, московский художник-археолог Трамонин в своей книге «Знаки пищи бумаги. Изъяснение знаков, видимых в пищи бумаги», там длинное очень название, опубликовал уже 1800 вариантов водяных знаков. Ну и особое значение для палеографического анализа водяных знаков имеют работы Лихачева «Бумага и древнейшие бумажные мельницы в московском государстве» и палеографическое значение бумажных водяных знаков. Это книги, которые были изданы в конце 19 века, но Лихачеву удалось систематизировать уже 4000 знаков водяных, причем как бы преимущество альбомов Лихачева состоит в том, что они снабжены предметными и хронологическими указателями, что значительно облегчает работу. В 20-м столетии эти альбомы были дополнены Гераклитовым. Он работал со знаками 17-го столетия русских фабрик. И вот в начале 2000-х годов в Томске вышла монография Есипова, в которой систематизированы знаки филиграни бумажных фабрик Сибири. Это очень важные документы, справочные издания, которые значительно облегчают и нашу работу. И они сохраняют свое значение вне зависимости от срока давности издания. Конечно, издания 19 века – это большая библиографическая редкость. Впрочем, издания начала 21 века тоже очень немногочисленны. Из знаков иностранной бумаги в русских рукописях встречаются следующие. Наиболее ранние документы у нас написаны на бумаге итальянского производства. Вот на слайде вы можете увидеть водяные знаки итальянской бумаги 14-15 столетия. Очень популярный значок – это кувшинчик и перчатка с крестом. Часто встречаются такие документы, памятники, которые датируются по этим филиграням. Вот даже у нас здесь, в Тюминской области, в свое время археографические экспедиции Уральского университета. В домах у старообрядцев находили рукописи, в том числе 15-го столетия, изготовленные на бумаге итальянского производства. Рядом они отличаются друг от друга своими характерами. Обратите внимание, немецкая бумага, характер филиграней каков. Это вот знаменитый орел такой, герб германский, голова быка, очень популярна, и вепрь. Вот если мы дальше пойдем, например, знак польской бумаги, поляки всегда очень трепетно относились к своему дворянскому статусу. И поэтому на бумаге польского производства мы встречаем гербы родов дворянских. Вот французская бумага 15-го столетия. Французы, роялисты, да, у них популярны символы королевской власти. Вот, а если вернемся чуть-чуть назад, голландская бумага. Вот видите, у нас бумага французская появляется в 15-м веке, существует она у нас в 16-м и 17-м столетии. А все-таки наибольшее распространение в 16-м и 17-м веках у нас получила бумага голландского производства. И у нее были характерные филиграния. Это голова шута, это безошибочно, можно будет датировать или приписывать, так скажем, то или иное произведение по этой филигрании. Либо так называемый герб Амстердама, это два рева, поддерживающих корону. Это герб города Амстердама. Вот то обстоятельство, что начало бумажному производству, отечественному бумажному производству, было положено голландцами. И значительная часть бумаги, которая использовалась в делопроизводстве, тоже была голландской по происхождению. По сравнению, русская бумага переняла, видоизменив, конечно, филиграни голландской бумаги. Вот, обратите внимание на вот эти рисунки. Вот русская бумага, филиграни русской бумаги 17-го столетия. Вот голова шута, вот в такой вариации. Либо герб города Амстердама, в таком стилизованном виде. В 17-м, в 18-м столетии появляются знаки чисто русского происхождения. Вот наряду со знаком голландским, так называемая пропатрия, вот эта фемида, которая находится в ограждении со львом, у нас появляются чисто русские. Вот это медведь, например, это филигрань, созданная на основе герба города Ярослава. Картуши появляются с монограммами. В них зашифрованы фамилии владельцев той или иной фабрики. Вот в 18-м столетии, вот еще один, извините, знак, это ростовский знак, а вот олень. А здесь рядом изображен Георгий Победоносец, вонзающий копье в змея. В 19-м веке очень часто с 1760 по 1840 год в качестве водяного знака ставили дату выпуска бумаги. Ну, в сочетании с другими буквенными обозначениями. Ну, буквенные обозначения, они вот зашифровывали, как правило, фамилии, инициалы владельцев фабрики. Так вот, обратите внимание, да, вот такая дата, 1814 год, например, или 1813 год, служит для нас совершенно конкретным основанием для датировки документа. Правда, это вовсе не значит, что этот документ, написанный на бумаге 1813 года, был написан именно в 13-м году. Но, как правило, бумага, та партия, которая создавалась в 13-м году, она расходилась или использовалась в течение двух, трех, но иногда более долгий срок она использовалась. Но не бесконечно. Вот в этом смысле, если в наши руки попадет документ с белой датой 1813 год, то мы можем смело говорить о том, что он не мог быть создан ранее 1813 года. Ну, или 1814 года. Вот, кстати говоря, это обстоятельство очень помогает при датировке так называемых старообрядческих изданий, фальшивых. У них дело в том, что старообрядцы, поскольку у нас преследовались государством очень долгое время, они не имели возможности легального изготовления печатной продукции, поэтому они печатали на нелегальных типографиях. Или в обычных типографиях легальных ставился выход, указывался выход неправильный, да? Вот. И часто не совпадает, например, датировка бумаги с датировкой, которая имеется в ложном выходе этой книги. И вот поэтому нам вот эти вещи, в данном случае филиграни, позволяют хотя бы примерно ориентироваться во времени изготовления того или иного документа. Сейчас уже вышли справочники по старообрядческим типографиям. Это очень сложная работа. И таким образом уже простые исследователи могут ориентироваться на издания исправочники, которые имеются не только по официальным фабрикам и изданиям Московского печерного двора, а там Киевской академии Могилянской, ну и Почаевской типографии, и всех остальных, которые в огромном количестве существовали в 18-19 столетиях. Нелегальные фотографии. Типографии, извините. Еще одним датирующим признаком, прямо не связанным с филиграньями, является цвет бумаги. Во второй половине 18-го века стала появляться синеватая бумага. Синеватая бумага, производство такой синеватой бумаги, мы еще будем иметь возможность ее видеть в документах. Синеватая бумага изготавливается во второй половине 18-го и в начале, примерно до 1825 года, первой четверти 19-го столетия. Потом ее изготовление прекращается. Поэтому тоже по цвету бумаги мы можем примерно ограничить происхождение того или иного документа, если у нас нет других датирующих оснований. Следующий датирующий элемент – это герб, гербовая бумага. В конце 17-го столетия, по указу 1699 года, в России вводится гербовая бумага. Вот обратите внимание, это бумага, на которую ставится гербовое клеймо. По виду и расположению клейма можно установить время написания того или иного документа. Вот так клеймо 1724 года продержалось только два года. Знак 1726 года без изменений просуществовал до 1764 года. А в 1798 году появляется новый знак кремения. Вот таким образом можно ориентироваться в датировке этих документов. Но здесь, конечно, имеется известное ограничение. Дело в том, что гербовая бумага или штейнг гербовый ставился на бумаги официальные. Там прошения всякие разные, челобитные изготовлялись. Эти документы, как правило, имеют датировку прямую. Всегда указывается, например, в каком году кто обращается, к кому обращается. Гербовая бумага выпускалась нескольких сортов и использовалась в зависимости от характера составляемого документа. С 30-х годов 19-го столетия у нас появилась бумага с фабричным знаком слепого тиснения, штемпелем. К сожалению, нет возможности продемонстрировать этот знак. Его можно продемонстрировать. Примерно представить себе, когда штемпельный станок бралась стопа, 10 или сколько-то листов. Их путем давления продавливался знак в фабрике. Подробное описание штемпелей водяных знаков русской бумаги производства 17-20-го столетия, данной Клепиковым, работе филиграний штемпелей на бумаге русского иностранного производства 17-20-го веков. Эта книга уже тоже библиографическая редкость, но есть дополнение к этой публикации в трудах отдела древнерусской литературы и в некоторых специальных книговических изданиях. Но поскольку это не основной признак датирующий, здесь можно, как бы сказать, вот они очень важные для датировки. Хотя мы можем примерно так же датировать вплоть до годов. Есть специальные таблицы, в которых указаны, когда какой штемпель использовался, на какой фабрике, в какой фабрике он принадлежал и когда использовался. Ну, те внешние признаки, о которых я буду говорить далее, они в меньшей степени имеют важное значение для датировки рукописи. Это уже при детальных палеографических исследованиях и экспертизах, например, для выявления подделок, они могут использоваться. В данном случае это чернила, краски и орудия письма, с помощью которых изготовлялись тексты. Вот. Ну что, рукописи писались чернилами. На вид чернила русских рукописей имеют такой коричневатый, бурый оттенок. Они глубоко проникали в пергамент, в бумагу, засыхали довольно густым слоем и отличались прочностью. Причем древние чернила в этом смысле более прочные, нежели чернила, которые изготовлялись в веке XVIII-XVIII. Я уже не говорю о промышленных чернилах XIX-XX столетия. Те выцветают просто за несколько лет. А вот древние чернила, которыми писаны памятники XI-X столетия, они сохранились для возраста очень прекрасно. Для их возраста, конечно. Начиная с XV-XX столетия, появляются рецепты, железистые чернила появляются. В рецепт очень был простой. Нужно было ржавчину поместить в кислую среду или металлический предмет, точнее говоря, чтобы он прожарил, чтобы он дал краску. Часто применялись дубильные вещества, так называемые чернильные орешки, дубовая кора. В зависимости от тех компонентов, которые добавлялись в тексты, они могли быть более светлыми, бледно-желтыми, такими бурыми, золотистыми. Встречаются тексты, которые написаны насыщенным цветом. Для просушки чернил использовали песок, обычный песок, мелкий, кварцевый. Им посыпали лист и сбрасывали оставшийся песок. Остальное высушивал текст, чтобы он не размазывался. А кроме чернил, для выделения заглавных букв в начале текста, для выделения абзацев, употреблялись краски. Чаще всего это была киноварь, красная краска. Киноварию же писали знаки на полях. Киноварию делали различные значки на полях, пояснения писали. Со второй половины 17-го столетия заглавие в русских рукописях иногда писали не киноварию, а суриком, желто-бурого оттенка. Кстати говоря, вот этот признак имеет датирующее указание. Такая рукопись не могла быть изготовлена ранее 17-го столетия. А сурик, который использовался в 16-м столетии, он и имел такой ярко-огненный цвет. Краски также использовались для орнаментации рукописей, для изготовления миниатюр. Для красок использовались киноварь, это оранжево-красного цвета, краска минерального происхождения. Сурик, как правило, красного цвета с желтоватым оттенком. Охра использовалась, лазор использовалась, ультрамариновая минеральная краска. Зеленая краска, она носила сложный составной характер, путем смешения желтого и голубого. Реже использовалась черная углеродистая краска, свинцовый белило. Для клейкости в краску добавлялась камедь. Для изготовления роскошных рукописей, которые украшались просто великолепными буквами, инициалами, вот на этой иллюстрации мы можем увидеть, это заглавные буквы. Они, как правило, писались в самом начале текста, в самом начале текста, в начале главы, служили таким выделением, были очень богато украшены. Вот для изготовления таких букв часто использовалось золото. Листовое, которое накладывалось на предварительно проклеенную место, и золото оставалось на этом месте, а лишнее удалялось. Либо использовалось створенное золото в виде краски. А вот серебро в русской письменности использовалось редко. Вот иллюстрации, обратите внимание. Причем в оформлении рукописей, мы еще будем немножко об этом говорить, выделяются и определенные школы. То есть, ну, они приблизительно могут свидетельствовать о месте изготовления той или иной рукописи. Да, это, например, южно-русская рукопись, либо северно-русская рукопись, либо она изготовлена в Центральной России. Палитра красок и характер красок, которые использовались для орнаментации, для выделения заглавных букв, для изготовления миниатюр, были разными. Вот, северные краски характеризуются преобладанием таких холодных тонов, прохладных тонов, золота, ну, очень яркие были. Южные отличаются использованием теплых тонов. Но это, в общем, как бы очень примерные показатели для датировки рукописей. Орудия письма. Ну, основным орудием, которые использовались пищиками, ограничивались, в общем-то, пером. Основным орудием, или сырьем для изготовления орудия письма были гусиные перья. Но в источниках встречаются упоминания о лебединых. Даже в одной рукописи XIV века встречается упоминание о павлиньево письма. Ну, это, конечно, слишком дорогое. Вот, гусиные перья обрабатывались определенным способом, прежде чем стать орудием письма. Просто так писать этим пером невозможно. Вот, большое значение имела заточка письма для того, чтобы хорошо писать, без зацепок, без того, чтобы кляксы ставить, чтобы стекала нормальная чернила. В этом смысле расщепы, срезы, линии срезы пера требовали искусности. И в этом смысле мастера, которые делали это четко, и, в общем, боготворились песцами. Для письма красками использовались, конечно, краски различной толщины, ну, в зависимости от объемов линий, которыми належало исполнить. И картинки самого миниатюра, да. А поскольку фабрики не выпускали в то время линованной бумаги, и, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы соблюсти какой-то порядок письма, чтобы строчки не наезжали друг на друга, использовался такой инструмент, который назывался карамса. Вот, на слайде вы можете увидеть с левой стороны вот такая досочка, да. Это обыкновенная досочка, очень тонкая, в которой были просверлены ряды отверстий по краям. Эти отверстия были введены нити. Вот такая доска подкладывалась под лист. Лист прожимался, прокатывался, и на нем оставались линии, которые служили основанием для дальнейшего письма, чтобы писец видел, куда ему идти, и чтобы не уйти, куда не положено. И этим поддерживалась, так скажем, ровность письма, ну, и в целом красота линии. Вот, здесь можно увидеть еще на этом слайде, обратите внимание, инструменты для работы с берестой, кисти. Здесь у нас на иллюстрации виден карандаш. Ну, карандаш появляется в русском делопроизводстве очень поздно. Сам он появляется в 18-м столетии. До этого графитный карандаш имеется в виду. А до этого использовали свинцовые карандаши. Их рисунок не очень устойчивый и не очень сохранялся. А графитные карандаши, когда они появляются, они были весьма дорогими. И только где-то примерно с 30-х, 40-х годов 19-го столетия карандаш появляется чаще. Но документы, как правило, основного делопроизводства карандашами не выполнялись. Но могут иметь карандашные пометы. Вот, если вам когда-то удастся увидеть такой документ, вы обратите внимание, что как появление нового пишущего инструмента освобождает руку человека, как он начинает писать. Карандашные записи прочесть бывает почти невозможно. Настолько человек свободен в начертании букв. По сравнению с пером. Перо все-таки ограничивает маневренность нашу. В 40-х годах 19-го столетия у нас появляются железные перья. Это еще более убыстрает письмо. И оно делает возможным его почти непрерывную линию вести от начала слова до конца. Но это все становится возможным только в середине, во второй половине 19-го столетия. Еще один элемент датировки или элемент описания рукописи – это формат рукописей и документов. Рукописные тексты периода феодальной раздробленности сохранились и дошли до нас в виде отдельных листов пергамента и бумаги, а также в виде свитков, столбцов, тетрадей и книг. Размеры кусков материала, которые употреблялись для написания грамот, были самыми разнообразными, поэтому они не стандартизированы. В виде свитков или столбцов сохранились документы, занимавшие несколько листов, которые склеивались, а потом складывались или сворачивались в трубку, свертывались. Происхождение свитка восходит в глубокие древности, к тому времени, когда папирус являлся господствующим материалом для письма. Листы папируса склеивались в одну, как бы сказать, ленту, длинную полосу. Она исписывалась только с одной стороны, а затем навертывалась на валик с рогульками на концах, и таким образом свиток хранился в футляре. Первый лист свитка носил название «протокол», а последний – «эсхотокол», то есть исходящее все. Впоследствии вот эти термины сохранились в латинской дипломатике для обозначения начальной и заключительной части документа. В России в период дофеодальной разробленности в связи с распространением письменности свитки или столбцы постепенно делаются распространенной формой делопроизводства. На склеенных в виде столбца в листах бумаги писались тексты духовных, договорных княжеских грамот, правовых грамот и других документов, которые были по содержанию очень велики и которые не укладывались, положим, на один листок бумаги. Приходилось поэтому писать на нескольких, потом их склеивать, 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 и таким образом создавался документ, который скреплялся особым образом. Вот эти точки соединения между отдельными листами на оборотной стороне подтверждался подписью дьяка или писаря, или дьяка с подписью так называемого, который имел право изготовлять документы и подписывать их. Наряду со столбцами и свитками сохранились рукописные тексты, написанные в тетрадях. Слово «тетрадь» имеет греческое происхождение «тетрас», «четверка». И данное название объясняется тем, что тетради обычно состояли из четырех листов, сложенных пополам. Следовательно, из восьми полулистов или из шестнадцати страниц. Гораздо реже встречаются тетради из трех листов или меньше. Ну вот я даже могу продемонстрировать. Вот, например, брался лист бумаги, вот он такой стандартный, вот он сворачивался, и вот мы видим в четыре раза. У нас получается раз, два, три, четыре листа, которые вот прошивали здесь. И вот получилось, что маленькая тетрадь. Если вы познакомитесь, посмотрите внимательно, обратите внимание на современные книги, они тоже состоят из тетрадей, из шитых. В памятниках древнерусской письменности отсутствует постраничная нумерация, так называемая погенация. Счет велся по тетрадям и по листам. При этом нумеровалась только лицевая сторона листа, а оборотная никак не маркировалась. Поэтому, когда происходит цитация документов, которые не имеют листа, которые не имеют обратной нумерации, имеется полистовая погенация, то указывается, например, что данная цитата взята с листа пятого, пять оборот. Тогда будет понятно, что этот документ или этот отрывок из документа находится на таких листах этого документа, этого дела или еще какого-либо источника. Наиболее распространенным объем тетради 16 страниц впоследствии перешел в печать и составил так называемый печатный лист. Его стандартный размер – это 40 тысяч типографских знаков. Не когда это было несколько, 24 страницы машин написанных, набранных по определенному правилу, но сейчас уже считает машина количество знаков. Вот из нескольких сшитых и переплетенных вместе тетрадей составлялась книга. Составлялась книга. По формату, вот на верхней части, вы можете увидеть различные форматы книг. Различались форматы в 10, полдесть, четверть, осьмушка, ну там еще есть 16-е, 32-е, 32-й формат. Данные названия форматов русской письменности отличаются от латинских названий. Название листовой, то есть инфолиум, от латинского слова folium – лист. То есть это лист, который примерно соответствует сложенному вдвое современному пищевому листу. Вот та бумага, которой мы пользуемся, формат А4, она уже разрезана на фабрике, а из машины выходит бумага совершенно иного формата. Ее потом разрезают на разные стандартные форматы. Раньше на разных фабриках были примерно одинаковые форматы, но они почти никогда не совпадали между собой. Вот в этом смысле лист был такой разный. Разный был, но во всяком случае стандартный на данной фабрике. Так вот, инфолиум – это формат, который соответствовал сложенному вдвое листу. Вот так вот, этот формат на Руси назывался «вдесть». Для раскрытого двойного, или так называемого «александрийского листа» существовало такое выражение «вдестный лист». Ну, это очень торжественное, такие форматы очень редки. Они использовались исключительно для торжественных книг, для торжественного письма, для больших шрифтов, например, для изготовления на престольных евангелий или других книг, которые использовались в богослужении. Вот, для раскрытого двойного листа, так, четверка или кварт. Вот эта четверочка, сейчас покажу, вот она здесь вот находится. Это лист, который был сложен в четыре, четверо. Лист, который складывался в восемь частей, назывался «осьмушка». Поэтому, ну, вот эта квалификация стандартов, она сохранилась в латинское и русское. Ну, в некоторых традициях археографических на территории России используется латинская, а в некоторых русская традиция. Но это не так сложно для развлечения. Формат переплетенных рукописей в ряде случаев устанавливается по местоположению водяного знака. С чем это связано? Дело в том, что книга всегда была очень дорогой вещью, дорогим предметом. Не каждый человек мог позволить себе наличие книги у себя дома. Не мог заказать, не мог сам написать. Поэтому книги, как правило, изготовлялись с прицелом на длительное существование. Поэтому, вот по плану листа, текст всегда занимал не самое значительное место на листе. Оставались большие поля. Вот, и по мере использования книги, пользование ее, вы, наверное, с этим знакомы, да, края листов, они приходят в ветхость, вплоть до того, что даже отрываются, там, разрушается этот текст. Вот, треплется, растрепливается блок книги. И поэтому книги периодически реставрировались. В том числе переделывались переплеты, которые тоже видны на данном слайде, да. Вот. И самое главное, что обветшавшая часть бумаги обрезалась. Обрезалась. И, таким образом, размер книги видоизменялся. Видоизменялся. Поэтому для датирования, для определения формата используется расположение филиграни, водяного знака на том или ином месте. Вот, если мы берем сложенный вдвое лист бумаги, в 10, да, то водяной знак в таком листе находится посредине первой страницы. Вторую страницу иногда занимал водяной знак меньших размеров. Он назывался контрамарка. Вот, если рукопись переплеталась такими листами, вдвое согнутыми листами, да, то, естественно, что основной водяной знак оказывался через лист. А если же согнутые вдвое листы при переплете вкладывались один в другой, и книга получалась из нескольких тетрадей, то водяной знак повторялся на нескольких листах подряд, а затем следовало такое же количество листов вовсе без водяных знаков. Вот, рукопись, написанная в раскрытый лист, имеет водяной знак на каждом листе верхней или внешней части, в половине. Да, ну, это в зависимости от, как он использовался, потому что они же, пищики, не присматриваются к тем, к знакам. Ну, вот, таким образом, книги имеют определенное обозначение, но это уже узкоспециальные вещи, которые в библиотеках и книжных хранилищах используются. Нам они не так важны. Так, ну, вот, все, что мне хотелось сказать по поводу основных внешних признаков наших книг. Да, ну, может быть, еще два слова о переплете. Смотрите, обратите внимание на иллюстрацию. Доски к переплету исполнялись из досок, которые обтягивались кожей. Для того, чтобы переплет не портился, и блок не портился, доска всегда выходила за рамки книжного блока на сантиметр, полтора, два. Вот, это охраняло бумагу. Для того, чтобы не портился сам книжный переплет, он укреплялся различными деталями. Вот, в верхнем углу, видите, такую ножку, да, это деталь, которая крепилась на нижнюю часть переплета. Она называется жук. И, таким образом, книга соприкасалась с поверхностью не плоскостью переплета, а жука. Использовались накладные украшения, угольники, так называемые. Металлическими были застежки. Это самая травматическая, так скажем, деталь переплета наших рукописей. Они всегда выходили из строя раньше, чем все остальное. Ну, вот основные элементы внешних признаков рукописей, которые позволяют нам косвенным образом датировать книги или приписывать их той или иной традиции тому или иному автору. Но здесь уже необходимо иметь специальные знания и по филинграноведению, и по орнаментике. И полиография требует и обширных знаний, специальных исторических сведений, и огромного количества информации, которые могут связаны с переплетным делом, с изготовлением инструментов, пищевых инструментов. Вот все это связано с полиографией. Спасибо.